итак читаем вместе студаю мочевыделительная система выделение и так выделение удаление конечных продуктов обмена веществ которые не могут быть повторно использованы организмом а также вредных чужеродных веществ попавших в организм яд и лекарства ну да мы так обычно и преподаем итак продукты метаболизма пусть будет конечные но здесь я все-таки на второе место поставил излишка веществ но классика глюкоз вы наелись много конфет у вас появилось много глюкозы почки лишнего водят они там ограниченная реабсорбция забирает столько сколько надо излишки все выводится в мочу поэтому говорить что нет моче сахара то есть глюкозы можно только говорят натощак без при отсутствии излишков и вода лишняя если мы перепьем воды до выйдет вместе с мочой но и ксенобиотиков не обязательно яды лекарства вот скажем так я заменяю опять же давайте вернемся сахар сахарозу заменяю инулином такой препарат да подсластитель он он всасывается но не вступает в обмен веществ и без скажем без преступления метаболизма выходит через мочу но ладно и так идем дальше а вот так мы и даем выделение совокупности физиологических процессов направлен на освобождение организма от конечных продуктов обмена избытка воды солей органических соединений поступивших с пищей или образовавшихся в ходе метаболизма чужеродных веществ так но выделение мы подчеркиваем часть обмена веществ неотъемлемый признак жизни и мне нравится в отличие от других и ресурсов до органов выполняющим функции выделения относятся почки мочеточники мочевой пузырь мочеиспускательный канал как-то режет слух а также легкие желудочный кишечный тракт и кожа но как-то рисунок сразу скажу мне в общем то нравится правда но добавил и с жиром да секретом желез и в общем то просто скажем так проникает без изменения но давайте как-то вот здесь странно почки мочеточники тогда если легкие тогда надо сказать и альвелы бронхи то есть структуру разобрать желудочный кишечный тракт нельзя не упомянуть печень вот здесь я упомянул быстренько перед тем как записывать этот ролик опять же ролик без репетиции поэтому простите за ошибки да то есть но и не очень честно говоря не нравится желудочный кишечный тракт мне больше нравится пищеварительный тракт почему пищеварительный много как бы тракт пищеварительный тракт состоит только желудка и кишки до кишечника а пищеварна ротовая полость ну слюны и железы тоже к в общем-то бы будет например тяжелые металлы ну в общем то кожа кожи тогда тоже наверное и готовые железы и сальные железы Ну ладно, смиримся. Итак, почки, в состав которых вместе с мочевыделительной системой. Легкие, желудочно-кишечный тракт с железами крупными и мелкими по ходу. Да, крупные, вы уже наверное знаете, это слюные железы, это печень, очень важный выделительный орган, наверное, конкурировать с почками. Потом мы может быть скажем, например, желтуха, если слышали, да, такая желтуха. Это когда печень перестает пополнять свою выделительную функцию. Ну и кожа. Так, ну в общем-то прилично. Дальше идем. Небольшая часть мочевины, мочевой кислоты, а также лекарств выводится вместе с секретом. Проверим, желез или желез. Желудочно-кишечного тракта, потовые железы, кожа выделяют мочевую кислоту, соли, воду, бла-бла-бла. Улетучивает углекислый газ через легкий, да, один из конечных продуктов метаболизма. Еще раз. Какие конечные продукты метаболизма? Это вода, это углекислый газ, СО2, и это после жиров, что остается в конце концов, да, и углеводов. Ну а после белков еще, значит, продукты азотистого обмена. Ну прежде всего для школьников мочевина, ну и некоторые другие. Не будем утяжелять. Так, алкоголь и эфиры, ну да, конечно. Ну правда, так, сойдет. Почкам принадлежит первое место. Ну печень бы с этим поспорила, и другие. Ну ладно, отдадим первенство и мы. Главное звено системы мочи и отделения. Они, ну да, ну что значит мочи и отделения, они только и отделяют, мочи образуют. Однако при различных болезнях их функция страдает и компенсаторно возрастает выделение через другие органы. В общем-то да. Ну например, да, если здесь не бывает, бывает через легкие, может быть через кожу вода. Но появляются неприятные, ну вот здесь мне нравится пример. В этом случае у пациента может появляться неприятный запах мочевины от кожи изо рта, что доставляет неудобства самим пациентам и окружению. Ну, в общем-то, я сталкивался в практике очень часто с тем, что я ввожу препарат, который, ну, при сцинтиграфии. Как-то в отдельном ролике почитайте, что такое сцинтиграфия. Это ядерная медицина. Мы вводим препарат, который вводит почки, и вдруг смотрим, ага, начинает выводить и печень. На картинке просто видим. Я вам как-то покажу это. Значит, почему? Потому что почки не выводят. Или чаще наоборот. Я ввожу, например, ну, бенгальский розовый или хида, там, цехнец и 99, которую, я надеюсь, будет выводить гепатоциты и, значит, и печень. То есть, скажем так, это индикаторы чужеродного вещества. И вдруг смотрю, появляются лоханки, то есть почки, начинают выводить, помогая печени. Но мне, я на лекциях показываю вот такой, вот я быстренько содрал свои из лекции, уремический иней. То есть, не просто больные, когда с почной недостаточностью, скажем, плохо пахнут, да, мочевиной, туалетом, да. Но и, вот скажем, появляется, видите, уремический инерск. Я специально взял фото такого тёмненького пациента, да, почему на нём хорошо виден иней. То есть, эта мочевина начинает выделяться кожей. То есть, кожа начинает помогать почкам. Но, я думаю, недолго она помогает. Это, конечно, тяжелейший пациент, да. И, я думаю, скоро это закончится летальным исходом. Ну, ладно, давайте не о грустном, а о нормальном, да. Так, нравится картинка, почему-то плохо приводили. Так, сосуды, нижняя половина, которая куда идёт вверх и впадает в правое предсердие. Аорта, то есть, вот почечные артерии, видите, они сразу отходят от аорты. И хорошо кровоснабжаются. Ну, и дальше. Почки бобовидной формы, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Так, почки. Ну, читаем. Представляет собой парно-бобовидное образование, которое лежит на задней стенке брюшной полости. Ну, забрюшиной, это важно. За брюшиной. Ну, а потом как-нибудь. По бокам от позвоночника. Масса каждой почки, ну, 150 грамм, ну, может быть, и побольше, 200 грамм, например. Снаружи покрытие соединительной тканой и жировой капсулами. Да, это важно. Защищаются почки жировая оболочка. Через ворота в почку входит мочеточник, почечная артерия, вены, лимфатические сосуды и нервы. Ну, я бы сказал так, мочеточник не столько входит, сколько выходит, потому что моча от почки течет, почечная артерия входит, вена выходит, лимфатические сосуды выходят. Ну, а нервы играющие не очень большую роль в регуляцию, но по сравнению с остальными. Но тоже, в общем-то, через ворота появляются в почках. Так, ну, а давайте в разрезе. Это внешний вид почки, это наружный вид почки. И здесь, вот в этом источнике, в этом ресурсе, довольно много это обсуждается. Ну, давайте почитаем. На почечном срезе почки хорошо различают корковое и мозговое вещество. Ну, а давайте вот вернемся. Вот корковое, видите, вот это более светлое, а вот это темненькое мозговое вещество. О, так, на периферии почки располагается слой коркового вещества. Ну, да, мы видели вот это светлое корковое, теперь на другом рисунке покажу. Под ним глубже лежат пирамиды, образующие мозговое вещество. Ну, здесь мне покажется лучше, видно. Вот это вот мозговое вещество образует так называемые пирамиды. Раз пирамида, два пирамида, три пирамида, четыре пирамида. Хорошо. Между пирамидами хорошо различимы почечные столбы. Ну, я вам покажу. Участки коркового вещества. Пирамиды вместе с почечным столбом образуют почечную долю. Хорошо. Верхушки... Так, давайте... Ладно, закончим здесь, а потом вернемся. Верхушки почечной пирамиды, обращенные вновь, называются сосучками. То есть верхушки. Вот, вот здесь вверху. Но я покажу позже немножко. На другом рисунке. В самые начальные участки мочевых путей, малые почечные чашечки. Ну, наконец, здесь вспомнили о чашечках. Если уже говорят о лоханке. Сливаясь между собой, малые почечные чашечки образуют большие, которые вливаются в одну большую лоханку. И образуют так называемую чашечную лоханочную систему почки. Я думаю, школьнику это не вредно знать. Ну, и чашечная лоханка переходит в мочи точники. Но прилично довольна. Значит, бочечные ворота. Значит, вот столбы почему-то обратили внимание. Поэтому я специально содрал. Из Википедии. Скажем, вот такой рисунок. Здесь, если можете, еще внимательнее рассмотреть. Неплохо пишет Википедия. Ну, бедные студенты учат и на морфологии. То есть, на анатомии и гистологии латинские названия. Но вам, конечно, не обязательно. И вот мы видим почечный столб. Колумбна ареналис. Где она? Вот 17. Да, 17. Вот почечный столб. Вот почечный столб. Вот почечный столб. Ну, это или еще называют пертиньевые колонны. Давайте быстро зачитаем. И закончим вот с этим вопросиком. Отростки коркового слоя, которые в виде балок вдаются в мозговой слой, охватывают пирамиды и спускаясь к воротам почки. Располагаются между корковыми. Вот между корковым. Ой. Это мозговой. Что я такое говорю? Мозговой слой, конечно. А, между корковым и мозговым слоем. Ну, допустим. Заполняя промежутки между пирамидами. Почечной паренхимы. Так, мы обсудим паренхима или паренхима, часто говорят. Чуть ниже. Во фронтальной плоскости почки перегородки между пирамидами имеют форму колонн. Но почечные столбы представляют узкими участками соединительной ткани, в которых проходят кровеносные сосуды, междолевые артерии и вены. Ну, это для студентов особенно важно знать. Для школьников, я думаю, вряд ли это будет использоваться на экзамене. Одно из названий Бертена Столбы или Столбы Бертена. Даны в честь французского анатома Йозефа Бертен. Ну, так они пишут. Так. Ну, а дальше... Так, хорошо разобрались с почками. Я думаю, хорошо в этом источнике все описано. Выход из ворот почек, мочеточники, направляется вниз к мочевому пузырю, резервуару мочи. В мочевом пузыре моча накапливается, где его вместимость составляет около 50 мл. Далее моча направляется в мочеиспускательный канал, который называется уретра, который открывается во внешнюю среду наружным отверстием уретры. Ну, как у мужчин, так и у женщин. А тут уже по-серьезному. Ну, в основном мы это, наверное, разберем, если это нам пригодится, скажем так, при написании именно экзамена, ЕГЭ. Вам уже известна основная функция почек. Выделительная. Скоро мы приступаем к ее углубленному изучению. Но сейчас коснемся функций, другие функции почек. Рекомендую вернуться еще раз к функциям почек по прочтению этой статьи. Да, я согласен. Вернемся и посмотрим. Но, да, удаление из организма конечных продуктов. Из организма уделяется мочевина, мочевая кислота, соли, аммиака. Мы аммиак разберем отдельно. Он токсичен довольно. Поэтому осуществляется так называемый защитный синтез и превращается в мочевину. Ну, ладно, это другая история, скажем. Напомню, что мочевина образуется не в почках, а в печени. Это да. Вот я не дочитал и опередил события. Поэтому почки в данном случае играют роль фильтра. Но часто, допустим, печень... Вот, например, жирорастворимые вещества выделяются печенью. А водорастворимые вещества выделяются почками. Такая специализация. И часто печень превращает жирорастворимые в водорастворимые для того, чтобы выделили почки. Ну, ладно. Это уже слишком, наверное, хорошо для школьника. Регуляция артериального давления. Очень важно. Осуществляется регулярное артериальное давление за счет выделителя биологических активных вещества ренина. Ну, давайте я сразу отмечу. Ренин пишется с одним Н. Если мы пишем с двумя Н, это будет уже пищеварение. Это гормон ренин. А с двумя Н ренин это фермент. Сычужный фермент, который створаживает молоко в желудке. Но мы поговорим об этом, изучая нефрон. Ну да, артериальное давление. Вот если кто-то близкий страдает гипертензией, артериальной гипертензией, или часто, ну, не совсем корректно называют гипертонией, тоже мы когда-нибудь разберем, подойдем и к этому. Прежде всего нужно есть эссенциально, то есть сама по себе, и симптоматическое. Наиболее часто симптоматическое это почечного генеза, почечного происхождения. То есть если почке чуть-чуть не хватает, скажем, кровоснабжения, она выделяет ренин, включает ренин аддостерон, или ангиотензин аддостеронного системы, ренин ангиотензин аддостеронного системы, и повышает системное давление, чтобы какой-то кусочек почки хорошо кровоснабжался. А хозяин этой почки может умереть от инсульта, от инфаркта миокарда, имея высокое давление. Но почке на это наплевать, она повышает давление, выделяя какой-то гормон ренин с одним Н. Регуляция эритропоэза. Ну да, регулирует число эритроцитов, вырабатывая в гормон эритропоэтин. Все знают, как спортсмены стараются использовать как допинг, как кровяной допинг или эритропоэтин, который стимулирует образование эритроцитов в красном костном мозге. Да, важнейшая функция почек. Обеспечение гомеостаза, безусловно. Поддерживает гомеостаз организма, постоянство внутренней среды. Участвует в водно-соревом обмене, то есть воды и солей, который... Это всего натрий хлор, соль, которая у вас на кухне, да, как пищевая стоит, да. Огромная роль и отдельный вопрос. Выделяя кислые, выделяя кислые щелочные продукты, способствует постоянству PH водородный показатель. Безусловно. Так, и, наверное, вот здесь вот мы будем на этом заканчивать. Итак, выделительная кровеносная система очень тесно взаимосвязана. Я немножко уже рассказал, так, допустим, в чем проблема. Ну, мы еще убедимся вместе с Тудариумом, да, в ходу изучения уделительной системы. Итак, почка, лоханка, чашиночка, лоханочная система вся спряталась, да. Но это в виду имели все-таки не жировую капсулу, а надпочечник. Вот такой вот, да, это одна из важнейших эндокринных желез. Мочеточник, мочевой пузырь и уретро. Ну, все. Я думаю, хороший источник, очень хороший источник. Лучший, во всяком случае, основного вашего учебника. Теремова, да, ну, и довольно много информации. Насколько мы набрались в ближней информации, это другой вопрос. Но, я думаю, в жизни она не будет лишней. Продолжение следует...